Всем привет! Жизнь одаренного писателя, в особенности если речь идет о художественной литературе, всегда связана с большим риском для самого уязвимого в человеке. Его сознание о восхождении великого писателя к славе, каким бы гладким оно ни казалось, почти всегда сопровождается опасным заигрыванием с неизвестным, запретным или безумным. Автор «Войны и мира» Иоанны Карениной прославился сложными сюжетами с пространственными философско-историческими отступлениями. Создавая своих многочисленных персонажей, а их насчитывается не одна сотня, Толстой пытался отвлечься от тоски и страха, который переживал в мучительных поисках ответов на свои самые сокровенные вопросы человеческого бытия. Писатель страдал от частых глубоких и продолжительных приступов депрессии. На 83-м году жизни Толстой решил стать странствующим москетом. К сожалению, это последнее путешествие оказалось недолгим. Лев Николаевич заболел воспалением легких, был вынужден сделать остановку на маленькой станции Востапов, где вскоре и умер. Психологическое состояние этой глыбы американской литературы тоже было далеко от благополучия. Значительную часть жизни Хемингуэй, как, впрочем, и многие другие великие художники, страдал от алкогольной зависимости. Но были и другие диагнозы – от биполярного психоза и травматического повреждения мозга до нарцистического расстройства личности. В результате писателя поместили в психиатрическую клинику, где после 15 сеансов электросудорожной терапии он совершенно утратил память и способность формулировать мысли. А вскоре после выписки в июле 1961 года Хемингуэй застрелился из своего любимого ружья. Имя Маркиза Досада связано с несколько своеобразным образом жизни. Его прославила революционная для своего времени идея сексуальной и нравственной свободы, которую Маркиз подробно изложил в своих многочисленных литературных описях. А садизмом стали называть сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли и унижений. В 1803 году по приказу Наполеона Бонапарта Маркиз без суда и следствия был сначала заключен под стражу, а затем признан невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу Шарантон. Но и там Досад умудрялся писать пьесы и вести все тот же распутный образ жизни, вплоть до самой своей смерти в 1814 году. Сознание автора мрачных рассказов Эдгара Алана По было полно тех же демонов, которые населяли и его произведения. После смерти жены писатель признался, «По телесным свойствам своим я впечатлен, нервен в весьма необыкновенной степени. Я сделался безумным с долгими промежутками ужасающего здравомыслия». В октябре 1849 года Эдгара По нашли шатающимся в бреду по улицам Балтимора. Он был не в состоянии объяснить, как он там оказался и вообще сказать что-либо вразумительном. А на следующий день он скончался в местной больнице. За обжигающей прозой Вирджинии Вульф стоит не только уникальный творческий дух, но и извилистые повороты с судьбой писательницы. Лишившись в раннем отрочестве матери и сестры Стеллы, она пережила еще и сексуальное насилие со стороны сводных братьев. На протяжении всей своей жизни Вирджиния боролась с приступами глубокой депрессии. Ее не оставляли головные боли, голоса, бедения. Было несколько серьезных нервных срывов и попыток самоубийства. А 28 марта 1941 года Вирджиния наполнила камнями карманы своего пальто и утопилась в реке. Продолжение следует...